Третий месяц в Институте медико-биологических проблем продолжается международный эксперимент «Сириус». Любая космическая экспедиция, даже виртуальная, сопряжена с риском и непредвиденными ситуациями. В связи с тем, что одна участница покинула проект, нарушился гендерный баланс. В космосе может быть всякое. В момент инцидента экипаж повел себя в высшей степени профессиональный. Она летим к Луне, к Луне подлетаем, осуществляем стыковку с Луной орбитальной станцией. У нас подобие Гэтуэя к какому-то доку пристыковались, находимся там. После этого одна из групп принимает решение о том, что она отстыковывается и осуществляет прилунение. Все члены экипажа должны будут произвести прилунение, выполнение работ на лунной поверхности и потом возвращение. После этого опять мы все объединяемся, производим расстыковку с Луной орбитальной станцией и возвращаемся в сторону Земли. В этот раз она остается за границей гермообъекта. А всего пару лет назад вместе с другими участниками изоляционного эксперимента Анастасия Степанова вошла в экспериментальный комплекс Института медико-биологических проблем и вышла оттуда только через 4 месяца. Мы не всегда понимаем, как люди себя могут повести в столь экстремальных ситуациях. Например, очень интересный феномен, который возникнет на пути к полету к Марсу, длительный полет. Когда вы находясь в корабле, вы уже не видите Землю, но еще не видите Марс. И получается, вы повисли вот в этой черной бездне. А психологи переживают, что именно в этот период будет очень сложно экипажу. Первый этап международного проекта «Сириус» стартовал в 2017 году. Под командованием Марка Серова экипаж из 6 человек на 17 суток добровольно перенесся в совершенно особенное пространство-время по научному имитацию короткого перелета до орбиты Луны и обратно на Землю. Я бы хотела начать с того, что постарались в этой миссии максимально приблизить гигиенические процедуры к тому, как это делается на Международной космической станции. Все-таки мы имитируем и отрабатываем, можно сказать, полеты для того, чтобы оптимизировать действия потом в дальнейших длительных полетах, в том числе и гигиена. Все, что можно отработать на земных аналогах, на симуляторах, должно отрабатываться на Земле. Все, что нельзя отработать на Земле, отрабатывается на МКС. Все, что нельзя отработать на МКС, будет отрабатываться на поверхности Луны и около лунного пространства для того, чтобы обеспечить наличие всех критических технологий в области медицины и биологии для полета человека на Марс. Постановка третьего эксперимента «Сириус» нетривиальна. На Земле можно синтезировать такую гибридную реальность. Трое мужчин и три женщины летят на Луну, а возвращаться будут как будто с Марса. Этот эксперимент осуществляется в интересах космической биологии и медицины. Безусловно, есть определенная разница между полетом на Луну и Марс. Связано с автономностью, с воздействием различных условий. Но, в принципе, когда мы говорим сейчас про отработку полета на Луну или на Марс, мы проводим физиологические и психологические исследования, которые могут применяться и там, и там. У нас как бы являются платформой для полета на Марс, таким сообразным трамплином для полета к Красной планете. И сейчас то, что мы делаем, мы делаем в интересах тех или иных полетов. У них в 3 января запланирована расстыковка от малого посадочного блока и основного, то есть разделится экипаж на две группы. Соответственно, три человека будут спускаться, двое останутся на орбите. И четвертый у них будет запланирован первый выход на поверхность Луны. Итак, экипаж разбивается на две группы, три космонавта работают на лунной поверхности, двое остаются на орбите спутника Земли. Так значит, нет уже первоначальной равной гендерной пропорции, статус-кво эксперимента нарушен. Впервые в Сириусе международная команда лишилась одного из исследователей. Здравствуйте, меня зовут Калякина Екатерина, я исследователь миссии. Сейчас пришло время задуматься уже и о межпланетных и дальних миссиях. И замечательно, что в этот день три страны объединились для такой большой задачи. Екатерина Сергеевна Корякина – бортпроводник одной из крупных авиакомпаний. По специальности журналист работала координатором в клинике репродуктивных технологий. 7 декабря Екатерина Корякина получила нетяжелую травму руки на 33-й сутки эксперимента во время тренировки на макете многофункционального силового тренажера. В космосе может быть всякое в этой ситуации. Поэтому мы очень ей благодарны, что она прекрасно выполняла работу. Она очень толковый специалист. Она закончила университет, поэтому блестяще говорит по-английски. Поэтому вопросы, связанные с подобным инцидентом, могут быть и в космосе, и на Земле. По правилам эксперимента любой участник может покинуть его в любой момент без объяснения причин. Такое развитие событий одновременно смешивает карты постановщикам исследования и открывает новые возможности для ученых. Выход из программы определенно несет угрозу исследованию малого коллектива в космосе. Но, с другой стороны, при правильном подходе также позволяет собрать новые данные. Сейчас мы получаем опыт по пересмотрению экипажа, потому что есть определенные отношения. Опять-таки, наши миссии у разных людей. То есть у нас большое количество экспериментов. И кто-то чуть больше, чуть лучше разбирается в данных исследованиях. Было распределение определенное. При этом инженер, бурт-инженер разбирается чуть лучше в технических экспериментах. Врач больше то, что связано с медициной. И поэтому, значит, на Екатерине тоже был проемный пласт. И сейчас этот перепласт переспределяется между другими исследователями. Повышается нагрузка, опять-таки. Потому что людям приходится лучше сканально разбираться в чем-то. У них нет возможности проконсультироваться с Екатериной по данным вопросам. Но, тем не менее, как раз мы сейчас получаем опыт. И я надеюсь, что до конца эксперимента будут сделаны проемные выводы, как это повлияло в долгосрочной и в самокровосрочной перспективе. Московские врачи сделали операцию Екатерине Корякиной. Она проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо. После восстановления сотрудница института сможет продолжить участие в программе «Сириус» в числе специалистов снаружи экспериментального комплекса. И, возможно, примет участие в новых экспериментах, как, например, Анастасия Степанова, прошедшая помимо «Сириуса» еще несколько изоляционных программ. В предыдущей моей изоляции мы делали смешные видеоролики, фотографии. Многие писали, рисовали. То есть, действительно, творчество проявляется во всем даже в том, как из еды, которая уже изо дня в день повторяется, приготовить что-то совершенно другое, что может удивить. В настоящее время оказалось, что все наши наработки и планы, они очень актуальны в связи с социальной ситуацией, с эпидемией, которая коснулась практически всех людей на Земле, которые оказались изолированы в той или иной степени именно малыми группами, именно в ограниченном пространстве. И, конечно, сейчас все наши исследования очень востребованы, и мы стараемся их развивать и внедрять именно в практику земной медицины, реабилитации и здравоохранения. Начало Нового года в «Сириусе» планируется не менее насыщенным, чем его завершение. Международной команде передадут настоящую елку и подарки. Однако до боя курантов уже запланировано очередное испытание депривации, то есть лишение сна во время новой нештатной ситуации. Нам Земля обещает сюрпризы в части многих нештатных ситуаций, связанных с пожаром, потерей электропитания, с болезнью наших кого-то из коллег. Мы должны проводить какие-то революционные действия. Но и сама жизнь наверняка преподнесет нам различные сюрпризы.